Автор более 40 сценариев и книги, ставшей бестселлером, основатель самарской кинолетописи. Борису Кожину исполнилось 80. Свой юбилей уже традиционно отметил творческой встречей. В кругу поклонников, друзей и заслуженных ветеранов крыльев советов. Что связывает кинематографиста с футбольным клубом и почему после ухода на пенсию работы у него прибавилось, расскажем в сюжете. Бориса Кожина называют летописцем Самары. О нашем городе он знает тысячи историй. Во всяком случае, так о нем пишут. А после личного разговора с ним убеждаешься. Не врут. Автор сценариев около четырех десятков фильмов. Продолжает творить и сейчас на студии «Волгафильм». А ведь на пенсию официально ушел в 2010 году. Признается, работы за это время даже прибавилось. То студенты факультета журналистики из так называемого университета, то школьники, то библиотечный центр без конца, то просят отредактировать книгу, то просят просто прочитать и написать предисловие. Не присел. Ему исполняется 80. Юбилей отмечает в кругу друзей, поклонников творчества. Сбор в Центре российской кинематографии художественный. Киновечер так и называется. Борис Кожин – летописец Самары. Время, которое он отдал кинематографу и нашему городу, оно было непростое, особенно последние годы. И поэтому общаться с таким человеком, смотреть фильмы, в которых он вложил свое сердце, я считаю, что это нам, самарцам, повезло. В программе показ фильма «Крылья» о ветеранах команды «Крылья Советов», снятый по сценарию Бориса Александровича. Помимо прочего, он еще и заядлый болельщик. Футбол в Самаре был главным действом. И весь стадион, да что там, весь город замирал, когда на поле выходили красовцы, первые брата команды «Крылья Советов», «Авиатов», «Каксин», «Майоров». Это, в общем-то, грустный фильм. Он и грустный, и удивительный, такой, как жизнь. А в документальном кино ведь есть два актера. Жизнь и время, и переиграть их невозможно. Мария Акимова, Сергей Александров, Новости губернии.